Донецкая Народная Республика 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 И, как вам известно, такой отвод в очередной раз силами Украины, стороной Украины был сорван. При этом, вы знаете, у меня находится ответ, почему, например, не осуществляется отведение сил и средств. Ну, во-первых, вы знаете, что первый пилотный вариант, который был обговорен, это как раз три точки разведения, это Петровская, Золотое и Станица Луганская. Так вот, Станица Луганская – это третья крайняя точка для разведения, которая никак не состоится. Но прекрасная украинская сторона понимает, что отведение в этой точке – это является завершением первого этапа и неким стартом для начала второго, следующего этапа. То есть это обговаривание новых точек для разведения и, собственно, само разведение. Это Украине невыгодно, Украина не понимает, что с этим делать, а не понимает, опять же, по той причине, что срок кукловода заканчивается, полномочия заканчиваются. И избран новый президент в Америке, позиция его совершенно противоположная той, которую занимал Обама. И поэтому сегодня нет точного понимания, а что дальше, как быть и что делать, нет новых вводных. А, судя по всему, те люди, которые сегодня занимают посты в украинской власти, не способны на принятие собственных решений, которые были бы продиктованы интересами Украины, в интересах государства. Это один момент. А второй момент. Вы же понимаете, что новое разведение, новые точки и разведение сил и средств приводит к тому, что появляются новые, наверное, новые точки, где были бы организованы контрольно-пропускные пункты. А новые контрольно-пропускные пункты – это увеличение потока населения, которое свободно перемещается с одной территории на другую. А значит, это новые информационные потоки. То есть, это возможность свободно обмениваться информацией или же свободно собственными глазами видеть то, что происходит на территории Украины и то, что происходит на территории республик. Во-первых, жители Украины, которые до сегодняшнего дня все еще вводятся, как говорят украинцы, в оману украинскими вместо СМИ, СМИ, которые утратили давно понимание, для чего созданы, к чему призваны средства массовой информации, занимаются тем, что дезинформируют граждан. Так вот, у людей при открытии новых контрольно-пропускных пунктов, при облегчении проезда, будет необходимость собственными глазами увидеть весь тот ужас, объем разрушений, который нанесла Украина территориям республик – это раз. А второе – у них будет возможность увидеть, насколько уже отличается жизнь на территории республик от той жизни, которая сегодня есть в Украине. И я смело скажу о том, что с каждым днем, ну, может быть, днем это громко, с каждой неделей, с каждым месяцем ситуация в республиках улучшается и будет крепнуть. И эта разница будет все явнее и явнее, и не в пользу Украины. Да, складывается, конечно, ощущение, что Украина просто не знает, какой шаг следующий сделать. И поэтому они тормозят процесс минских переговоров специально для того, чтобы, возможно, найти новую форму этих переговоров. Но я же думаю, что внешние, вот, скажем так, советники, они подсказывают, что альтернативы Минску-то нет. Совершенно верно. Кроме того, что абсолютно все участники Минского процесса и очень многие главы европейских государств, которые первоначально вполне поддерживали Украину, на сегодняшний день заявили о том, что альтернативы Минску нет. Это единственный возможный вариант урегулирования, политического урегулирования, мирного урегулирования возникшего конфликта. Альтернативы ей нет. Это одно. А второе, о какой новой формуле может идти речь, если Украина показала в этом формате свою полную неспособность, недоговороспособность на выполнение взятых на себя обязательств. Поэтому о каком новом процессе может идти речь, если нет абсолютно никаких гарантий, что и в новом процессе, в новом формате представители Украины поведут себя как-то иначе. Поэтому альтернативы Минску нет. Согласна с вами. 29 ноября состоится встреча глав МИД нормандской четверки. Есть ли понимание, что с первого раза они договорятся? Ну, вы знаете, мы надеемся, конечно, всегда на лучшее. Тем более, что о подобной встрече договорились участники нормандского формата на предыдущей встрече. Было договорено, что до конца ноября будут разработаны дорожные карты исполнения Минских соглашений. И, разумеется, на следующей встрече в нормандском формате такие дорожные карты будут согласованы. Но до сих пор, к сожалению, нет внятной позиции, что же там себе разработала Украина и насколько это приемлемо для республик. Поэтому посмотрим, пройдет такая встреча и будет видно, к чему мы, собственно, идем. Другой вопрос, что, понимаете, важно отметить, в процессе всего переговора, как в Минске, так и в процессе нормандского формата, ведь ведутся разговоры о базовых европейских ценностях, ведутся разговоры о праве граждан на местное самоуправление, на право свободно пользоваться родным языком. О чем же таком невероятном попросили республики в 2014 году и о чем настаивают сегодня? Это всем понятно, это очевидно, что мы просим абсолютно о законных вещах, причем абсолютно о тех нормах, которые утверждены в мировом сообществе, утверждены и применяются. Но, опять же, по известным уже нам причинам, в 2014 году и на протяжении еще какого-то времени, 2014-2015 год, нас предпочитали не слышать, наши права игнорировали, но теперь все это делать, игнорировать, продолжать игнорировать сложнее и сложнее. Я бы хотела здесь еще вот на каком моменте остановиться. Ведь на наших глазах меняется ситуация в мире, в целом, в Европе, в частности. На наших глазах меняется мироустройство. Есть необходимость в том, чтобы во власть приходили другие политики, другого склада, другого качества, политики социально ориентированные, которые в первую очередь будут думать о благе своего народа и своего государства. Поэтому и вот эти проявления, проявления агрессии, которая поддерживалась Америкой, Западной Европой, в частности на территории Украины, я думаю, что времена эти уже ушли. Даже не уходят, уже ушли. Именно поэтому ситуация и в Минске, и в Нормандии будут обязательно меняться. Однако я замечу, что украинские политики, они все-таки продолжают вести агрессивную вот эту риторику поведения по отношению к нам и по отношению к России. Вот в своих бравадах они чего хотят вообще добиться? Потому что на самом деле, ну, с очень же некрасивой стороны они себя выставляют. Одно дело, когда они относятся к Донбассу, как к врагу, при этом прикрываясь, что мы до сих пор украинский народ, и необходимо отвоевать территории. Совершенно другое дело, как они отвратительно относятся к своему народу, который живет на территории Украины. Насколько же украинский народ может терпеть вот эти выходки украинских политиков и их высказывания, причем настолько глупые. Законопроекты, которые они принимают касательно декоммунизации и вообще касательно исторической правды украинского народа. Вы абсолютно правы. В первой части вопроса вы сказали о том, что такая риторика льется из уст именно украинских политиков. Я думаю, нам давно пора уже разграничить народ, который проживает сейчас на территории Украины, и преступников, которые захватили власть в Украине в результате государственного переворота и все еще продолжают такими быть. Это те люди, которые были взросшены и приведены на эти посты госдепом за счет сил и средств американского госдепартамента. Именно потому, что в течение долгого времени была вот такая безмерная поддержка как моральная, так и материальная представителей, захвативших власть в Украине со стороны госдепа, позволяет им до сих пор вести вот такую риторику, позволять себе по-прежнему делать так, как им удобно, им выгодно, как им представляется возможным. У них до сих пор ошибочно остается впечатление, что госдеп все закроет, все покроет и все простит. Но нет. Их время ушло. И я снова вернусь. Упоминала уже сегодня некие изменения, которые происходят в мире. Выборы Трампа. Все изменилось с выборами Трампа. Возможно, еще кому-то это непонятно и неочевидно, но ситуация будет меняться еженедельно. Я думаю, что в течение ближайшего времени все изменится очень быстро. С чем это связано? Ну, во-первых, и программная речь Трампа, и уже его интервью после выборов говорит о том, что Трамп поставил, и уже после выборов в своем интервью подтвердил, что самой главной задачей его сегодня является это объединить страну. Он признает, что Америка очень разобщена. Американцы очень разобщены. Каждый живет своей проблемой. Второе. Страшные проблемы с безработицей. Страшные проблемы с отсутствием рабочих мест. Трамп говорит, что со времен Буша Америка потеряла 70 тысяч предприятий. Он даже подумал, что это описка. 70 предприятий, но нет 70 тысяч. Он говорит о том, что есть страшные проблемы в здравоохранении. Он говорит о том, что срочно нужно возвращать производство в Америку, на территорию Америки. То есть все те программы, о которых он говорит сегодня, свидетельствуют о том, что потребуется значительное количество сил и средств, которые нужно будет потратить на эти программы. То есть Трамп это тот как раз сегодня новый представитель, новый политик, социально направленный. Так вот, как раз ввиду того, какие средства огромные понадобятся на выполнение этих программ, говорит о том, что расходов на финансирование проблемы просто больше не найдется места в бюджете Америки. Это одно. Ну, а второе, что касается внешней политики Америки, Трамп, знаете, можно сказать, привести его цитату, он говорит о том, что «меня интересует ничего то, что не касается моей страны». Для меня это хороший знак того, что он не будет тратить деньги на продолжение цветных революций, на продолжение их возникновения, их поддержания, и тем более на тех людей, которые сегодня заняли власть в Украине. Ну, вот все-таки во время предвыборной кампании Трамп не раз говорил о том, что ему уже надоел этот украинский вопрос, он его просто ненавидит. Ну, предвыборная кампания – это одно, на самом деле поступки – это другое. Мы, конечно, будем очень надеяться, но нас больше интересуют, наверное, не внутренние проблемы Америки, а все-таки вот их внешняя политика и как она отразится на нас. Можно один момент здесь? Вы знаете, я абсолютно верю словам Трампа. Наверное, что-то он не выполнит, наверное. Но здесь дело не в Трампе. Здесь дело в том, что вся ситуация во всем мире сегодня кардинально меняется. И я позволю себе сказать, что та ситуация, которая возникла еще тогда на Украине, 13-й рубеж, 13-14-го года, – это как раз Донбасс был первым, который встал и заявил о том, что пора менять политическую ситуацию, политическую систему, которая устоялась во всем мире, не только на Украине. Украина – это было одно из государств. Так вот, мы тогда, когда заявили о том, что в ходе референдума мы заявим и отстоим свои права на изменения в политической системе, мы как раз были первым таким сигналом для изменений. Но именно поэтому и была здесь развязана война, чтобы не дать вспыхнуть, возникнуть такой идее. Но мы не первые, мы не последние. Да, нас очень жестоко давили, и в некоторых местах наших республик это продолжают делать. Но обратите внимание, после Донбасса возникла Америка. После Америки выборы Болгария, Молдова, Франция, победа в обоих турах в праймерис, победа вот такого же фиона социально ориентированного политика. Поэтому то, что говорит Трамп, это сегодня продиктовано обществом. Общество уже теперь требует других политиков, других программ и их исполнения. Люди давно уже устали просто от красивых обещаний, а просят, требуют и будут требовать, я думаю, что эта тенденция просто будет разрастаться по всему миру, требовать выполнения социально ориентированных программ, основной задачей которых будет повышение качества уровня жизни граждан абсолютно всех стран. Ну и к тому же те политические продвижки, движения, которые произошли вообще в мировой политике и не только вообще в мировой жизни, мне кажется, отразились абсолютно на каждом. И на европейских странах, и на Америке. Европейские страны пострадали от санкций. Большая часть предпринимателей, конечно, им это невыгодно. И правители прислушиваются к их голосу. И, конечно же, народ уже хочет изменений. Совершенно верно. И несмотря на затянувшийся, не по нашей вине, переговорный процесс в Минске, все-таки жизнь в республике продолжается. Как мы смотрим? На что мы смотрим? На какие вещи? Как мы смотрим, так сказать, вперед? Ну, вы знаете, я всегда отмечаю этот момент, что меня лично совершенно не беспокоит, не расстраивает то, что каждый раз в Минске нет какого-то такого большого достижения, большой победы, большой продвижки. Ну, конечно, мне хотелось бы, но если нет, если Украина вот такие ставит препятствия, ну, в конце концов, это ее путь в пропасть. Это ее. А мы используем это время действительно для роста, для созидания, для укрепления. И на каждой новой встрече я привожу примеры, которые важны для меня, как для человека, как для женщины, проживающей в республике. Я каждый раз отмечаю об открытии новых предприятий, о том, что открываются новые магазины, если хотите. Наши научные деятели продолжают радовать нас. Буквально каждый месяц я вижу новую информацию о том, что новый патент, новое открытие, новая какая-то работа, новые договоренности о сотрудничестве международном. То есть каждый день всеми нами, каждым из нас, каждый на своем посту используется для того, чтобы действительно вкладывать в процесс развития, в создание будущего для наших детей. Это же святое. Оставить после себя такую страну, такой город, такой дом, в котором бы счастливо жилось твоему ребенку. Что касается конкретно этой недели, я бы, например, привела пример. На прошлой неделе в республике состоялась научно-практическая конференция по налоговой системе. Собрала более 200 участников, на эту конференцию прислали свои материалы. То есть, что значит прислали свои материалы. Люди заинтересованы в том, чтобы налоговая система в ДНР разрабатывалась бы таким образом, чтобы она была удобна, применяема и для стран потенциальных инвесторов. Если позволить, я даже заглянув в свою подсказку, прислали материалы представители Абхазии, России, Республики Беларусь, Германии, Туниса, Китайской Народной Республики. Ну, по-моему, замечательно. Естественно, на этой научно-практической конференции разрабатывались методы, механизмы подхода урегулирования тех или иных вопросов как раз для того, чтобы система законодательства ДНР была понятна, была прозрачна, что, собственно, и требуется любому инвестору. Следующий момент. На прошлой неделе ДНР посетила итальянская делегация. Там были представители и общественности, и политические деятели. Результатом этого посещения стали достигнуты договоренности в социально-культурной и экономической сфере. На прошлой неделе в районе Площади Свобода открылся магазин шахтерской птицефабрики, где будет продаваться, уже продается продукция шахтерской птицефабрики по ценам производителя. То есть, как будто бы такие маленькие моменты, но это каждая наша новая победа. Это наше новое рожденное дитя, которое действительно создается силами, руками каждого из нас. Еще момент. Мне бы хотелось отметить о том, какой ресурс человеческий в нашей республике. В Москве прошло награждение победителей конкурса «Слово за нами». На конкурс поступило порядка 1700 работ из 43 стран мира. Победителями этого конкурса стали 12 работ, 5 из которых представители Донецкой Народной Республики. Понимаете? Но это ли не победа? Но как иначе? Поэтому я верю в то, что, конечно же, отступит война. Конечно же, все те изменения, которые сегодня происходят в мире, они обязательно скажутся на изменениях и в нашей стране. И уже тот рывок, уже тот прорыв, тот вклад, который мы сделали, каждый из нас, говорит о том, что потенциал огромен. И остановить нас просто будет невозможно. Мы действительно, познав, что такое война, что такое потери, что такое разрушение, мы будем еще больше ценить мир, дружбу, взаимовыгодное партнерство, сотрудничество. И у нас обязательно все получится. Мы обязательно построим такую страну, какой еще не было. К тому же мы своим примером покажем украинскому народу, на что способен, скажем так, обычный человек, не политик, да? Обычный человек, что каждый из нас способен и может на то, чтобы создавать свое будущее. И дай бог придет мир и в Украину, и в Украине откроются глаза у людей, глядя на нас, так сказать. И все у них будет хорошо, потому что все же мы единый народ. И русские, и украинцы. И этот этап мы преодолеем. Ну что ж, Ольга, я благодарю вас за беседу. А нашему телезрителю я напоминаю, что вы смотрели программу «Путь правды». В гостях у нас была Ольга Макеева, заместитель председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики. И переключайте каналы, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова